так друзья всем привет с вами дмитрий славьев и сегодня я хочу поделиться с вами 15 фишками касательно того как попасть топ 100 пользователей сети перископ поставьте пожалуйста сердечки чтобы и удостоверился том что вы меня слышите поставьте чтобы поставить сердечко нужно два раза кликнуть по экрану так вот прям так тыкните несколько раз давайте я проверю звук отлично звук есть здорово напишите в чате что звук есть сейчас проверим а то вчера у меня трансляция почему-то сорвалась и эфир не состоялся к сожалению есть отлично здорово привет привет итак ну что ж поехали и сегодня я поделюсь с вами 15 фишками касательно того как вам попасть в топ 100 пользователей сети перископ я здесь в этой сети нахожусь скажем так с понедельника и за это время мне удалось попасть на 90 место по рейтингу соответственно сейчас я но ненадолго да да по любому кто-то меня опередит вот артем тут вперед идет кто меня не знает меня зовут дмитрий славьев основатель компании миг бизнес занимаюсь рассказываю здесь делюсь фишками советами по контент-маркетингу по автоматизации бизнеса и по личной эффективности и так ну что ж поехали 15 фишек продвижения на перископ как попасть в топ 100 так фишка номер один перед тем как начинать трансляцию наводите ваш экран на какую-нибудь яркую картинку зачем это нужно это делается для того чтобы появился стоп кадр вашей трансляции когда вы будете делиться там со своими друзьями еще с кем-то этой трансляции соответственно эту картинку будут видеть люди если вы будете наводить на черный какой-нибудь предмет то это будет не очень привлекательно поэтому наводите на яркий предмет чтобы ваша трансляция выделялась и так второй совет начинайте трансляцию с вступления то есть расскажите кто вы чем вы занимаетесь и о чем вы будете вещать то есть меня зовут дмитрий славьев и основатель компании микбизнес веду каждый день перископа рассказываю про такие темы как контент маркетинг автоматизация бизнеса личная эффективность и сегодня расскажу вам про 15 фишек того как попасть вам 100 в сотню пользователей сети перископ то есть вот таким вот образом представляете итак фишка номер 2 начинайте вашу трансляцию с представления соответственно как только началась трансляция при поприветствуйте тех кто смотрит запись я сегодня забыл это сделать но как только вы начинаете трансляцию пока люди подтягиваются вы можете сказать всем привет кто смотрит записи вы ничего не потеряли посмотрите все будет замечательно соответственно четвертая фишка вовлечения давайте напишите прямо сейчас в чате из какого города чтобы мы знали кто где он сейчас находится я сейчас нахожусь в городе ивантеевка это под москвой 20 километров от мкада напишите сейчас в чате из какого города давайте сейчас проверим так сердечко кто-то ставит но не хотите писать ладно кто смотрит записи я думаю вы эту фишку поймете соответственно следующая фишка научите ставить ваших зрителей сердечки и так друзья поставьте сейчас несколько сердечек прямо по экрану так тыкните так вот пальчиком по экрану два раза для того чтобы появились сердечки давайте проверим как это работает отлично все здорово вы научились теперь вы ставите сердечки ставьте их тогда когда вам нравится то о чем говорит скажем так автор трансляции и соответственно вы таким образом сможете выразить то что у вас вам нравится о чем он рассказывает и такая некий некая обрасть скажем так обратная связь получается спасибо друзья за сердца мне очень приятно поэтому если хотите сделать мне приятное ставьте побольше сердечек и так следующая фишка для того чтобы было больше у вас зрителей скажем так вашей на вашей трансляции поделитесь во время эфира самой трансляции что нужно для этого сделать если вы на айфоне ведете трансляцию проведите пальцем вправо если на андроиде поверните вверх я прям сейчас это сделаю и нажмите кнопочку поделиться почему-то у меня сейчас нет этой кнопки поделиться не знаю почему нету друзья давайте тогда с вами проверим поворачиваем пальчиком вправо нажимаем кнопочку поделиться и делимся с друзьями в твиттере приглашаем друзей из перископа на саму трансляцию давайте прямо сейчас проверим как это сделают я скажу спасибо персональное благодарна персональное спасибо скажу тому кто это сделает давайте сейчас прямо сейчас проверяем как это работает так следующая фишка фишка номер семь это как получить фолловеров побольше то есть что нужно сделать во время трансляции сейчас сожалению мало народу я решил не пропускать эфиры вот ольга семенюк пригласила читателей спасибо ольга огромное то есть вот только сейчас поделилась трансляцией и вот бизнес-класс тоже поделилась три в твиттере трансляции то есть видите как это работает во время самого твиттера во время самого эфира просите пользователей поделиться вашей трансляции соответственно читатели скажем так читатели ваших зрителей там как подписчики ваших зрителей придут на вашу трансляцию и тем самым если им понравится о чем вы вещаете они на вас подпишутся у вас будет больше подписчиков соответственно что можно еще сделать смотрите мы сейчас все поделились до трансляциями кто не поделился нажмите сейчас и поделитесь и прямо сейчас в чате напишите чем вы занимаетесь и чем вы можете быть полезны другим то есть например я дмитрий соловьев разбираюсь в вопросах контент-маркетинга и автоматизации бизнеса и веду на эту тему перископа подписывайтесь на меня напишите сейчас прямо в чате чем вы занимаетесь чем вы занимаетесь таким образом люди узнают кто вы чем вы занимаетесь занимаетесь и смогут на вас подписаться для этого они нажмут пальцем на ваш на ваше сообщение и можно будет просто взять и подписаться напишите прямо сейчас в чате кто вы чем занимаетесь чем можете быть полезны другим зрителям и тот кто напишет соответственно другие участники смогут просто взять и подписаться на вас прикольно здорово и таким образом то есть вы сможете приглашать подписаться на вас действительно интересных людей и они будут подписываться на вас осознанно и знать будут знать чем вы занимаетесь так вот млм алматы инфобидс коуч по имиджу друзья нажимайте на сообщение друг друга и нажимаете там кнопочку подписаться просмотреть профиль и подписаться таким образом вы просто будете подписываться на тех людей кто вам действительно интересен следующий совет что нужно делать набирайте больше начинайте подписываться на других пользователей соответственно чем больше вы подписываетесь тем больше люди подписываться непосредственно на вас но например это идет такой с таком соотношении как 10 процентов то есть если вы подписались там на пять тысяч пользователей то 500 человек где-то на вас и подпишется назад то есть например у меня так и произошло то есть я сейчас за четыре дня подписался где-то на пять тысяч пользователей и на меня в ответ подписалось 500 человек ну и естественно сейчас я расскажу про другие фишки и соответственно благодаря им на вас будут более охотно подписываться до друзья пишите кто вы чем занимаетесь и если вам нравится тот человек который о себе рассказала ли вам близко интересна эта тема обязательно подписывайтесь на слушателей этого перископа и таким образом вы скажем так будете уже знакомиться друг с другом следующая фишка соответственно напишите заполните поле био то есть как вас то есть есть имя ваше имя и небольшое поле кто вы чем занимаетесь то есть напишите туда ключевые слова которые вас характеризуют которые говорят о том о чем вы вещаете о чем вы какую ценность вы несете миру и чтобы люди могли быстро прочитать ваш профиль и понять интересно на вас подписываться или нет и украсть и эту биографию то есть это небольшое описание значками как это ему и мой эмодзи называются для того чтобы это действительно выделялось соответственно далее что во всех социальных сетях соответственно во всех социальных сетях напишите что вы ведете трансляции в перископе и укажите ваш ник ваш логин соответственно чтобы люди знали что вы в перископе ведете трансляции могли вас найти и на вас подписаться можете в письме поставить подпись социальных сетях там где-нибудь статус поставить еще что-то Если у вас есть имейл-рассылка, отправьте имейл-рассылку, и таким образом люди другие будут узнавать о вас и будут, соответственно, на вас подписываться. Следующая фишка, следующая фишка, пом-пу-рум-пум-пум. Сегодня я не успел сделать, прям сразу пустил трансляцию, и на самом деле провожу ее поздно, в пятницу вечером, то есть уже либо кто-то там тусоваться поехал, либо уже отдыхает, спится, и поэтому нас сегодня не так много. Соответственно, если вы вечером проводите трансляцию, за пару часов запустите небольшой эфирчик, то есть скажите, всем привет, меня зовут Дмитрий Соловьев, и буквально через 2 часа, в 19 часов по московскому времени, я проведу перископ на тему 15 фишек касательно того, как попасть в топ 100 пользователей сети перископ. Соответственно, приходите в 19 часов, будет замечательно, все здорово, все, всем пока, до встречи в 19 часов. Соответственно, что это дает? Это дает, ну, это как реклама по телевидению, то есть смотрите сегодня вечером такую-то передачу и так далее. Соответственно, вы собираете аудиторию, которую вы зацепили в момент анонса, и плюс еще собираете ту аудиторию, которая придет на сам уже непосредственно эфир. Поэтому, если вы будете делать преданонсы, то будет уже намного больше, скажем так, зрителей в прямом эфире. Тоже делайте после, в конце, то есть в конце трансляции говорите о чем, на какую тему будет следующая трансляция, там на следующий день, и говорите, когда вы будете в следующий раз перископить. То есть это то же самое, как вот в сериалах, знаете, в следующей серии вы увидите и показывают там, что будет происходить, кто кого там убил, кто кому изменил и так далее. Всякую жесть во всех сериалах обычно как показывают. Далее, следующая фишка. Придумайте уникальный хэштег и медьте ваши записи этим уникальным хэштегом. У меня мой хэштег называется Микбизнес с русскими буквами. Соответственно, я весь свой контент, полезный, ценный для моей аудитории, для читателей, мечу этим хэштегом. Хэштег – это решетка, и вы сразу пишете какое-то имя. Соответственно, все единицы контента, которые находятся в социальных сетях, они, соответственно, связаны через этот хэштег. Стоит на него нажать, и вы увидите массу-массу публикаций, которые были сделаны с этим хэштегом. Соответственно, что это дает? Это дает следующую вещь, то, что когда люди будут делиться вашей трансляцией, а в названии будет стоять ваш хэштег, соответственно, вы просто будете видеть, кто делится вашей трансляцией. Вы можете сказать спасибо, и получается такая действительно интересная штука. И, кстати, что я еще хочу сказать, то есть вы можете, на самом деле, использовать мой хэштег по назначению для этого. Давайте я вам сейчас покажу. Вы можете зайти на сайт dsolovyev.ru. Соответственно, здесь вот написано, этот сайт сделан для вашего продвижения. Просто добавьте хэштег MIGBusiness к вашему заголовку, посту, чтобы появиться в этом списке. Соответственно, здесь мои контакты есть. Можете найти меня в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме и зайти в сайт компании MIGBusiness. И здесь, здесь вот на этом сайте указан весь-весь-весь контент, который я публикую, тот контент, который публикуют мои единомышленники. И, соответственно, вы тоже можете попасть, скажем так, в радар моих единомышленников и поделиться своим контентом. Просто ставьте для этого хэштег MIGBusiness. Поехали дальше. Соответственно, следующая фишка. Перед тем, как начинать эфир, продумайте в ваш заголовок. То есть, заранее оформите его какими-нибудь этими значками, опять эмодзи. Сделайте его интересным и чтобы он был действительно привлекательным. И хотелось кликнуть на этот заголовок. То есть, вроде бы банальная фишка, фишка простого копирайтинга, но она действительно здесь работает. Если вы напишите, поставите циферку 1 и запустите трансляцию, на вас придет однозначно меньше людей, нежели чем вы напишите, о чем вы сегодня планируете перескопить. Следующая фишка. Настройте интеграцию с социальной сетью Twitter, для того, чтобы вы могли поделиться своей трансляцией в момент эфира, после эфира и так далее. И плюс вы сможете находить людей, на которых вы подписаны в социальной сети Twitter и находите их здесь в перископе, что в принципе очень удобно. Следующая фишка. Присоедините, скажем так, настройте интеграцию с сервисом catch.me. Что это дает? Это дает вам возможность сохранять онлайн ваши трансляции более чем сутки. Потому что на перископе сама запись, сама трансляция хранится всего лишь 24 часа. Поэтому, чтобы не терялись ваши трансляции, подсоедините, настройте интеграцию с сервисом catch.me. k-a-t-c-h.me. И все ваши эфиры автоматически будут, после того, как вы их завершите, автоматически будут сохраняться на специальном сайте. Плюс, настройте в настройках самого перископа, поставьте галочку, чтобы записи сохранялись. И тогда видео самой трансляции будет сохраняться вам в телефон. Если памяти мало, можете галочку снять, но не забудьте подключить к catch.me, для того, чтобы трансляция сохранялась. Что ж, друзья, это были 15 фишек, которых я сегодня хотел поделиться с вами, касательно перископа. То, что у меня действительно работает, то, что действительно интересно. Если вам понравилось, ставим сердечки. Соответственно, чтобы я понимал, что вам это действительно нравится и интересно. И я сейчас повторю еще раз быстренько, какие фишки. Итак, первая фишка. Это перед началом наводите камеру на какую-нибудь красочную картиночку, для того, чтобы появлялся такая небольшая, как она там называется, аватарка в вашей трансляции. Потому что, когда будут ваши друзья делиться этой трансляцией, то, соответственно, эту картиночку будут видеть. Следующая фишка. Начинайте вашу трансляцию с представления о том, кто вы, о чем вы вещаете и вообще, и о чем вы будете вещать сегодня. Соответственно, сразу люди будут понимать, стоит вас слушать или нет. И повторяйте это каждые 10 минут. Меня зовут Дмитрий Соловьев, основатель компании МИК Бизнес. Я веду перископы на такие темы, как контент-маркетинг, автоматизация бизнеса и личная эффективность. И сегодня я рассказываю вам про 15 фишек перископа и как вам попасть в топ-100 пользователей перископа. Соответственно, следующая фишка. Начинайте трансляцию с приветствия тех, кто смотрит записи. Потому что те, кто будут смотреть записи, они будут еще думать, осмотреть вообще эту запись или нет. Соответственно, если вы их поприветствуете и расскажете, о чем вообще этот эфир, то они будут более склонны к тому, чтобы досматривать все это до конца. Соответственно, следующая фишка. Это используйте вовлечение, задавайте вопросы, спрашивайте, откуда вы. Вот напишите сейчас слово «пятница», кто меня слушал во время предыдущих эфиров. То есть, там может быть позавчера, позавчера, там в понедельник. То есть, напишите слово «пятница», и я тогда увижу тех, кто слушал меня до этого. Полупятница, наверное, вы меня вчера слушали, когда у меня эфир не удался. Не знаю, телефон заглючил, интернет, в общем, что-то вчера не сложилось. Следующая фишка. Научите ставить сердца. Соответственно, просто вот так показывайте. Друзья, поставьте сердца, просто вот так вот несколько раз кликните по экрану. Прямо можете палец на камеру наводить. То есть, сразу будет понятно, что нужно будет. Да, вот можно прямо в правый глаз или в левый прям пальцем фигарить, чтобы было больше сердец. Я и не буду возражать. Соответственно, далее. Несколько раз во время эфира говорите своим зрителям поделиться эфиром. То есть, поверните экран вправо, нажмите кнопочку поделиться и поделитесь этим эфиром в Твиттере, либо с пользователями Перископа. Сделайте это прямо сейчас. Либо, 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 если у вас телефон Android, то поднимите экран вверх и нажмите поделиться с вашими друзьями. Можете сделать это прямо сейчас. Ничего страшного. Соответственно, далее, 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 далее. Вы можете, используйте фишку, как получать таргетированных фолловеров. То есть, сначала вы говорите людям, чтобы они поделились в Твиттере, в Твиттере, в Перископе. За счет этого приходит больше людей на саму трансляцию. И дальше говорите, напишите прямо сейчас, кто вы чем занимаетесь и, может быть, можете быть полезны другим пользователям. Соответственно, те темы, которые вам интересны, нажимайте пальцем на комментарий и подписывайтесь на этих пользователей. То есть, давайте делиться, знакомиться друг с другом и так далее. Соответственно, следующая фишка. Подписывайтесь, подписывайтесь. Очень много подписывайтесь на других пользователей. Соответственно, чем больше людей, чем на большее количество людей вы подписываетесь, тем больше у вас будет подписчиков. И это будет активнее двигаться. Соответственно, следующая фишка. Делайте, напишите биографию вашу, то есть, описание, кто вы, чем вы ценны, чем вы полезны. То есть, украсть этими иконками эмодзи. Делайте преданонсы. То есть, за пару часов, за тройку говорите, что через два часа будет о чем эфир и так далее. Или делайте пост-анонс, делайте пост-анонс, о чем будет следующая трансляция, там, не знаю, завтра, послезавтра. Кстати, мы сейчас решим, о чем будем в следующий раз с вами общаться. Используйте уникальный хэштег для того, чтобы вы находили все записи и могли отслеживать тех людей, которые делятся вашими трансляциями. Я сегодня найду всех тех, кто поделился трансляцией. Подпишусь лично на этих пользователей, в том числе в социальных сетях. Поэтому, если хотите, чтобы я на вас подписывался, читал вас, давайте делитесь прямо сейчас трансляцией. Я вас буквально через пять минут после окончания эфира на вас подпишусь и вас найду. Следующая фишка. Придумывайте название вашего эфира. Буквально пару-тройку минут подумайте. Напишите интересный заголовок цепляющий. Соответственно, и напишите его опять, украсть этими эмодзи и так далее. Присоедините Twitter, присоедините сервис CatchMe. Ну вот, в принципе, все. На самом деле, все достаточно просто. Что я хочу сказать, то, что, к сожалению, к сожалению, в Перископе слушать, смотреть практически некого. Я буквально недавно на Фейсбуке, на стене у себя опубликовал тех пользователей, на кого я подписан, на кого я рекомендую подписаться. Соответственно, вы можете найти этот пост, посмотреть, на кого я рекомендую подписаться. Это на Тимура Тажетдинова, Алексея Валяева, на Алекса Айвенга. Подписывайтесь на них. Они крутые мужики, тоже крутые ведут трансляции. А вам я рекомендую подумать, в чем вы сильны, чем вы можете поделиться с миром. И ведите трансляции, рассказывайте, делайте какую-то пользу. Подумайте, что вы ценного можете сказать. Да, Алена Старовойтова, тоже на нее рекомендую подписаться. Все верно, немножко забыл про нее. Ну что ж, друзья, наш Перископ, наша трансляция эфира подходит к концу. Давайте напишите, о чем мне провести эфир завтра. Завтра в 7 часов я ненадолго выйду в эфир и могу чем-нибудь с вами поделиться. Могу, например, давайте напишите о чипсах. Ну нет, я не особо разбираюсь в чипсах. Любые вопросы касательно интернет-бизнеса, касательно маркетинга, продвижения в социальных сетях, касательно личной эффективности и так далее. Давайте я завтра расскажу, какие мобильные приложения я использую на своем айфоне. Вам покажу и с вами поделюсь. Поставьте палец вверх, кому нравится такая идея, и я завтра расскажу. E-mail маркетинг. Давайте, пишите, какие... Вот я предлагаю вам рассказать, какие мобильные приложения я использую на своем телефоне. Отлично, пальцы есть вверх. Давайте больше пальцев, больше сердец, и завтра тогда завещаю. Отлично, здорово. Все, я вам завтра запалю свой телефон и покажу, какими приложениями я пользуюсь. Порекомендую, действительно их много интересных. Все, друзья, ставим больше сердец. До встречи завтра в 19 часов по московскому времени. Я ненадолго выйду в эфир и расскажу вам о том, какими приложениями на мобильном телефоне я пользуюсь. Всем пока и до новых встреч. Не забываем делиться моей трансляцией. Всем пока. Удачи вам.